Привет, друзья! С вами Роман и вы на канале Кефир. Я на даче и сегодня я буду готовить самое что ни на есть классику. А что есть классика для дачи? Все правильно, это шашлык. Шашлык мы будем готовить из мяса Мираторг с небольшой изюминкой и сделаем обалденный вкусный соус. И соус это будет тщательнее из крыжовника. Погнали! Так, любой шашлык у нас начинается с маринования. А лучший маринад для мяса, это, конечно же, лук. Лука нужно много. Режем полукольцами. Стараемся сильно не мельчить. Лука должно быть много, очень много лука. Мясо классное и вкусно промариновалось. Хорошенько солим наш лук. Сейчас будет самая слезливая работа. Наш лук надо тщательно-тщательно помять, чтобы с лука вышел весь сок. Именно этот сок очень вкусный и классно замаринует наше мяско. Некоторые добавляют уксус, лимонный сок, киви, разные агрессивные кислоты, для того, чтобы мясо стало мягким. Но это вот вкус мяса убивает в принципе. Самый лучший маринад это много лука. Соль, перец это вполне достаточно. Лучок я подготовил. Займемся мясом. Обычно мясо всегда беру на рынке. Ну вот последние разы стала какая-то прям мутерея. Иногда возьмешь хорошее мясо, иногда не очень. Заехали тут мы в один сетевой магазин. Рекламу делать не буду. И я, значит, там мясо Миратор. Хорошая шейка. Ну, по виду она реально хорошая. Смотрите, прям мраморность даже есть. Кусочки примерно по килограмму. Решил взять попробовать. Что же Мираторг нам предлагает? Самый главный ингредиент шашлыка мяса стараемся не резать маленькими кусочками. Жарить я не знаю, даже, наверное, буду, может, даже большими кусками. Да, давайте, наверное, большими пожарим. На решетке сделаем. Прям такие здоровые куски, чтобы было сочно, вкусно, ароматно. А мясо реально хорошее, смотрите. Жирок есть, прослоечки такие. Жирок мягкий. Как говорит мой отец, большому куску даже рот радуется. Так, мясо я порезал. Будем сейчас мариновать его. Сразу прошу прощения за шумы посторонние, потому что у нас тут все дачники решили объявить бой траве. Все взяли триммеры, вокруг каждый участок стрижет траву. Возьму черного перчика, примерно пол чайной ложечки. Много не добавляю, потому что у нас будет один секретный ингредиент. Это аджика. Аджика острая. Две чайных ложечки аджики. Она великолепно подчеркнет вкус мяса. Добавит некой пикантности. Теперь для цвета, чтобы шашлычок, когда пожарился, был идеально красивый, красненький. Добавлю столовую ложку, наверное, чуть больше, чем столовую ложку томатной пасты. Ну и все это перемешиваем тщательно. Друзья, смотрите, теперь, что касаемо именно маринования мяса. Чтобы мясо было сочным, я всегда добавляю немножко минералки. Делаю я это в тех случаях, когда я знаю, что у меня нет очень много времени, и шашлык будет мариноваться, ну, вот идеально, 2-3 часа. Отправляю мариноваться часа на 2, наверное. Ну, может быть, 3, если вытерпим. А дальше будем жарить шашлык. Немножко поэкспериментируем. У меня дозрел крыжовник. Сделаем вкусные чатни. Чем хороши чатни? Взял примерно полкилограмма крыжовника. Чатни – это соус к мясу, который одновременно и кислый, и сладкий, и острый, и соленый. То есть все вкусы, все в этом соусе. Соус по ингредиентам, конечно, богатый. Их там очень много. Но он готовится практически сам. Что мы берем? Полкилограмма крыжовника взяли. Взял ялтинский лучок. Миленький орежим. Отправляем наш лучок к крыжовнику. Для остроты и пикантности возьму острый перец. Половинку. Режем. Немножко семечек у нас попалось. Отправляем тоже к нашему крыжовнику. Ух, ребята, сегодня ветрено. Так, теперь на полкилограмма крыжовника нам понадобится грамм 100-120 сахара. Отправили сахар. Следующий. 100 мл винного уксуса. Уксус либо винный, либо яблочный. Обычный не подойдет. Уксус 6%. 100 мл воды. Во время приготовления будем контролировать уровень жидкости. Пока добавим так, всего по 100. Теперь сушеный имбирь, порошок. Чуть больше одной чайной ложечки. Чайная ложка кардамона. Можно взять в коробочках. И чайная ложка куркумы. Чайная ложка горчички. Посолить. Три хороших щепотки соли. Так, все тщательно перемешали. Ставим на небольшой огонь. Ждем, пока закипит наш тщатник. И потом уменьшаем огонь на самое минимум. И готовим примерно часа-два, как я говорил. Да, при два часа она будет вполне достаточно. Итак, мои хорошие, смотрите, доказательство того, что в шашлыке важно только качество мяса и правильный маринад. Взял самый обычный мангал, самую обычную решетку. Не выпендриваюсь, не беру новомодные грили. Замариновалось наше мясо, прошло два с половиной часа. Тщатник, кстати, почти уже приготовили, скоро будем пробовать. Итак, берем наше мяско. И на угли. Угли прям должны быть горячие, хорошие. Решеточку я перед этим смазал маслицем. Наши большие куски. Желательно без лука мясо. Выглядит. Вот я наконец-то дождался. Чатник готов. Посмотрите, какие красивые получились. Прям такой густой, вкусный соус. Чатник из крыжовника. И наше мяско, наш шашлычок. Мягкий получился, сочный. Сейчас мы проверим. Возьмем чатник. Что же такое? На вкус. Друзья, это незабываемое. Мясо имеет характерную корочку, хрустящую, причем корочку. А внутри очень нежная, мягкая и сочная. Прям рекомендую жарить такие небольшими кусками. И вы видели, все просто. Даже не надо иметь какой-то набор классных шампуров, либо каких-то крутых мангалов, грелей. Обычный мангал, обычная решетка, большие куски мяса, правильный маринад. Друзья, блюдо просто пальчики оближ. Самое вкусное мясо, которое я делал. Вот из года в год забываю, вспоминаю рецепт, делаю. Все удивляются, все счастливы и всем вкусно. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Готовьте по этому рецепту свои шашлычки на даче. Пишите комментарии под этим видео. Ставьте лайки. Меня зовут Роман. Всем пока. Пока. Рецепт смотрите под видео.